Многие просили поговорить о пидоросятках, точнее, пидерисятках, от слова пидераст, как бы, и поговорим об ЛГБТшоночках, ну, как мышоночки, ЛГБТшоночки. Дорогие друзья, у некоторых возникает стойкая, отрицательная реакция на тех индивидуумов, которые имеют подобного рода жизненные взгляды. Назвать их отклонениями не совсем правильно, потому что сейчас таких очень много, и они могут назвать с отклонениями тех, ну, пока не выродятся, естественно, да? Они могут назвать с отклонениями тех, кто придерживается гетеросексуальных взглядов. Топать ногами, беспокоиться по этому поводу, кричать о том, что они там неправильные какие-то, обзывать их, это глупое и бессмысленное занятие, абсолютно. Нужно позволить другим быть другими, но чтобы это не популяризировалось и не влияло ни на вас, ни на ваших детей, вот это скверное занятие, конечно. А так, да ради бога, если им нравится, там, прочищать дымоходы друг к другу своими, там, этими, играть в миксеры какашечек, да пожалуйста, ради бога, кто же не дает-то ради бога? Почему они это делают? Потому что у них не получается с противоположным полом склеить отношения, именно поэтому в первую очередь это происходит. И у мужчин и у женщин, ну их сложно назвать мужчинами и женщинами, это физиологические форм-факторы, да какие, то есть особь с половыми признаками мужчины и особь с половыми признаками женщины. Все, вот пожалуй так будет правильно назвать, и я вовсе их не осуждаю, ради бога, занимайтесь тем, чем вы хотите, да хоть на голове хотите. Другой вопрос, чтобы это не популяризировалось, а их специально провоцирует на популяризацию данного мировоззрения для того, чтобы разобщить семьи, чтобы человечество снижало рождаемость. Вот для чего это сделано на самом деле. Ведь если мы посмотрим далеко-далеко назад, в начало 19 века, ого, в педеросте страшное дело было гомосексуализм. В Советском Союзе за это сажали в тюрьму и отправляли на принудительное лечение. Понимаете? И церковь это осуждала, а сейчас церковь это не осуждает. Она говорит, писью в писью плохо, писью в попу хорошо. Да. Вот так они утверждают сейчас. И посмотрите, как они милые в засос целуются, вот эти папы римские с этими. А вот эти истории по поводу педеростии священников. Это же постоянный характер носит из давних времен, между прочим. Ну, они точнее педофилы. Кто-то любит девочек, а кто-то мальчиков. Тем не менее, это носит регулярный характер. И это используется в черных ритуальных мессах, которые устраиваются ортодоксальными религиями. Если вы этого не знаете, ну, значит не знаете, значит вам не положено это знать. Но по большому счету в основных ортодоксальных религиях используются и жертвоприношения, и очень глумливые извращения. В том числе извращения над детьми. Убийство детей, пожирание сердец детей. Все это стоит денег для определенных индивидуумов, которые покупают подобные услуги у чернокнижников. Все это существует. И не надо там закрывать глаза и в позе страуса стоять. Потому что пока вы там свою голову в песке будете держать, к вам обязательно сзади подойдет вежливый лось. И скажут, добрый вечер. И даже если вы сзади себе это забьете чопик туда, чтобы не пристроился какой-нибудь вот этот лось-педераст к вам, он этот чопик вынет и говорит, добрый вечер, мой хороший страусеночек. Я пришел тебя научить современному искусству сношений. Поэтому, дорогие друзья, само по себе это явление, оно имеет место быть. Если это явление не касается вас, ваших детей, популяризации среди, так сказать, ваших детей, это существует, существует, облака по нему проплывают. Другой вопрос, что если начинают в школах и в детских садиках преподавать вашим детям о том, что писю в попу хорошо, а писю в писю плохо, вот это уже какая-то такая идея не очень приятная получается. Когда все это возводится еще и в ранг того, что это государственная политика, необходимо в срочном порядке подумать о том, что, может быть, социальные строи, в котором вы находитесь, немножко вас не устраивает, да? Может быть, все-таки сумасшедшие те, которые находятся за заборами психиатрической лечебницы. Ну, оно и понятно. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Тут пара слов в прошлых стримах я обмолвился по поводу пидоросенчиков. И тут же отозвался главный поборник пидоросятинки и написал по поводу того, что он такую телегу там написал, заумную такую. Я, говорит, адвокат пидерастов. Я, говорит, вам сейчас вот напишу, Владимир, здесь. Заумные речи относительно толерантности. Вот я не знаю, где найти более толерантного человека относительно себя самого. Не мне, конечно, судить. Я абсолютно толерантно ко всему отношусь, пока эта толерантность не переходит те границы, которые называются границы собственного пространства. Вот как только кто-то своей мытой или немытой пиписочкой старается перейти эти границы, Знаете, нужно взять мачетто и эту пиписочку так, пью, и на колбасу. И вот собачкам как раз что покушать будет. Хорошо. Как у нашего дорогого друга художника есть такая картинка про суши. Потом как-нибудь ее использую. На заставке. Поэтому, дорогие друзья, явление существует. Да существует и существует. Пускай себе там чистят задницы, как хотят. И женщины, и мужчины. Им же надо чем-то себя развлекать. Потому что у них другого развлечения как бы не находится. Бухать не хотят. С противоположным полом ругаться не хотят. И это популяризируется. А что говорит? Вот, типа, два педеросеночка всегда между собой договорятся. Две лесбиянки между собой тоже всегда договорятся. Замечательно и прекрасно живут. Все, говорит, детишку сыновляет чужих. Это же интересная история. Кто у них вырастет. Какие почетные педеросятые лесбияночки у них вырастут. У этих самых. Вот кто, так сказать, берет. Ну, правильно, Евгений, говорите. У кого чего болит, тот о том и говорит. Но в данном случае меня попросили сделать передачу по этому поводу. Если вы к тому, что я затеял беседу на эту тему. У кого чего болит, тот о том и пишет. Сразу беспокоится. Начинает. Выходишь на площадь? Крикнул педерасты. Они сразу и отозвались. И прямые такие отозвались, кто действительно. И латентные тоже отозвались. Сразу говорят. Ты чего, говорит, тут разорался-то? На площади. Говорит. Ты кого, сука? Педерасом обозвал? Иди сюда, щас из зенки выколюк. Вот это самое, что ни на есть латентные педросяточки. Вот эти вот, которые так вот кричат активно. Разумный человек, он кричать не будет. Он все понимает прекрасно, что происходит. И пока, так сказать, в его зону спокойствия. В его зону комфорта. Никто не вторгается с подобными предложениями. И назойливыми, да? Именно назойливыми. Потому что если просто подошел, говорит. А ты, говорит, нет, а не цветной. Говорит. Может, ты нравишься. Такие у тебя. Глазки такие. Нет, мой хороший. Говорит, иди своей дорогой. И еще этот индивидуум пошел своей дорогой. А ты идешь своей. А пока не навязывают. А когда навязывают, уже другая история. Конечно. Получается. Вот вы пишете, Олечка, что толерастия бесит. Необходимо понимать. Это надо отдельную передачу про толерантность на самом деле сделать. Дело в том, что толерантность, она хорошая вещь. За исключением того, когда это не касается вторжения, когда не касается действий других, вторжения в зону вашего комфорта, в зону вашего пространства. Нормально все. А вот когда уже это касается зоны вашего комфорта, зоны вашей семьи, пространства, детей, ну тогда, конечно, нужно эти пиписички отрезать. Пиу-пиу-пиу. И на шашлик. Если не хочешь быть толерантным, нет, толерантность, она может быть где угодно, даже посреди города, состоящего из педерастов. Посреди, так сказать, Содома и Гаморы вы тоже можете быть толерантным и не участвовать во всем этом безобразии. Это ваше внутреннее спокойствие. Поймите, дорогие друзья, если явление ЛГБТшоночков вызывает у вас активную неприязнь, если вы пыхтите, нервничаете, и у вас закипают какашки внутри, это плохо на самом деле. То есть явление существует. Вы с этим явлением, это бесполезное дело бороться. Если бы весь мир состоял из ЛГБТшоночков, он бы перестал существовать, потому что детей бы не случилось по этому поводу. Не может быть детей. Для того, чтобы дети случились, боженька так придумал, что мы не пучкованием размножаемся, да? То есть для того, чтобы случилось, нужно писю в писю сделать. Без этого никак. Писю в попу никак не случится. Забеременеть и родить ребенка. Поэтому, если все будут делать писю в попу, детей не будет, и человечество погибнет. Понимаете? Это же просто. Ясно и понятно, по-моему. Поэтому оно не может быть тотальным. И оно не может быть в приоритете. Потому что большинство все равно вымрет. Так боженька устроил. Никто же не при... Это невозможно поменять. Поэтому нет смысла пыхтеть и злиться по этому поводу. Вы просто нервничаете и отдаете свою энергетику, которую можете сохранить и, соответственно, дальше использовать. Для повышения собственного осознания, собственного понимания всего того, что происходит. Поэтому нужно просто быть внимательным, смотреть на все окружающее, не пыхтеть и не злиться на них. Да, вот если человек, если индивидуум, человек неправильно сказано, если индивидуум, так сказать, относится к категории вот этих вот сообществ, меньшин сексуальных, да ради бога, если он не навязывает вам ничего, пусть себе живет и занимается своими делами. Вы своим, он своим. Такие индивидуумы также имеют другие очень хорошие качества. У них очень много хороших качеств бывает, потому что они не заняты вот этой вот мозгомешалкой, их не занятым поиском способов решения конфликтных ситуаций с противоположным полом. То есть они могут посвятить себя различным другим полезным вещам. Да и пускай себе посвящают. Очень хорошо. Поэтому ничего не мешает с ними взаимодействовать в каком-то другом аспекте, если они не навязывают свое видение именно межчеловеческих половых отношений. Можно ли исцелить кошелевую астму? Любую астму можно исцелить. Владимир, как вы считаете, плохо ли, если человек смотрит на чувства рядом с другим человеком, а не на пол? Да, конечно. А что в этом плохого-то? Хорошо. Понимаете, в чем дело? Вот есть два индивидуума. Я не осуждаю, если два индивидуума одного пола между собой там что-то делают. Живут, например, да? Они могут, может быть, они как два брата живут. Это же не говорит о том, что у них там что-то где-то не так. Они могут как два брата жить. Или две женщины как две сестры, а другие могут говорить... Это те самые! Те самые! А может быть, они вовсе и не те самые. И ни разу вообще не те самые. Поэтому не осуждайте. Да и не судимы будете. Все на самом деле достаточно просто. Не надо осуждать. Если в вашу зону комфорта не вторгаются, никто вам ничего не навязывает, не надо никого судить. Делайте то, что делаете, и все. А судить никого не надо. Поэтому, если у них возникают какие-то между собой чувственные отношения, и если они перерастают в какие-то физиологические отношения, это их заботы, но не ваши. Что осуждать? Осуждать необходимо, когда вам что-то навязывают. Когда к вам пришли и нож в голову приставили, вот вам навязывают. Или там пытаются совращать ваших детей. Вот это навязывают. Здрасте. Для начала пусть научатся очищать пространство вокруг себя. Это вы про кого? Бедушка. Живут в грязи и сами свинячат. А что? Не хватает гетеросексуальных таких, которые живут в грязи и сами свинячат. Вы говорите, посмотрите, это никак не связано ни с педерастией, ни с лесбиянством. Вот это вот, то, что вы написали, оно никак не связано с этим. Этих вот гетеросексуальных пар, которые живут как свиньи, больше, чем достаточно. Их даже больше, чем гомосексуальных пар, которые живут в большей частоте, чем те, которые гетеросексуальны. Посмотрите, ну посмотрите, откройте глаза. Широко открытыми глазами посмотрите. Что вы видите? Так вот, вроде бы, тему-то мы разобрали, связанную с... Сексуальными, теперь уже не знаю, меньшинствами или, может, их большинствами теперь их назвать. Оно уже приближается к большинствам. Уже, наверное, не меньшинства. Уже, наверное, гетеросексуальные, у нас скоро будут меньшинства. Но потом все равно будут большинства, потому что не получается. Писью в попу детей не будет. Друзья, ну вроде бы тема нашей передачи относительно этого французского понятия Петро-Ассио, оно вроде как у нас закрыто. Ну и слава богу, буду ждать комментариев ярых сторонников, ярых противников этого явления социального. А также речи адвокатов, которые говорят, друзья, говорят, нужно защищать, другие, нет, нужно нападать. В общем, все как обычно, ничего не меняется. Все по-старому. Те, кто являются этими меньшинствами, и те, кто меньшинствами не являются, всех вас целую. Ну, не поймите превратно, без контекста сексуальности, да? Потому что мы пришли в этот мир все, каждый из нас проходит опыт, так или иначе. Кто-то проходит опыт и такой тоже. Я допускаю, что в прошлых жизнях я побывал и в составе педерастов, и проституток, и лесбиянок, и убийц, и бог знает кого еще. Допускаю такую возможность. А как? Поэтому череда вот этих инкарнаций, она предназначена для того, чтобы пройти разные воплощения и получить опыт. И из этих воплощений самое разнообразное. Поэтому не надо никого обвинять. Главное, чтобы никто не лез к вам, так сказать, в ваш монастырь со своим уставом. Вот это лишнее – обвинять бессмысленно и глупо. Поэтому всех целую, всех обнимаю. И тех, и этих. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok